Каковы перспективы белорусских протестов? Стоит ли уехать с семьей в Польшу? В вашем вопросе есть уже ответ. Почему в Польшу? Почему не в Новую Зеландию? Здесь у меня встречный вопрос. Перспективы, а если они плохие, почему уезжать? А если они хорошие, почему не уезжать? Если хорошая перспектива протеста в Белоруссии, а почему все равно не уезжать из Белоруссии? А хорошо, если придут к власти, значит, там же очень разношерстные протести против Лукашенко. Я подчеркиваю, что я категорически, в отличие от многих, кто сейчас выходит на улицу, я всегда был против Лукашенко. Не то, что я что-то против него имею, а любой диктатор, неважно, вот стран много в мире, да, любой диктатор, кто узорпирует власть, это очень плохо, вот, что об этом говорить, это плохо, да. И многие спокойно его терпели, пока воровали, значит, деньги из России, и терпели, ну, как бы он минимум дает для быдла и терпит, а потом вдруг непонятно, я сейчас не понял, ну, что они вдруг, сколько эти 26 лет терпели, вдруг теперь не хотят терпеть. А почему, если 26 лет терпели, что еще может 126 лет не потерпеть? Очень непонятная для меня логическая ситуация. Вот я его не терпел, то есть, не то, что я даже не думал о нем, но вот сказали, вот там диктаторы, нет, нельзя терпеть, надо убирать, все. Все, да. Я сразу не терпел, а они что-то терпели долго, потом вдруг. Но я там посмотрел некоторых, знаете, «Дождь» снимает, прислали, я не смотрю этот Левацкий, сейчас начинался как... Была возможность у Синдеви сделать хороший канал, в итоге в Левацкую мерзость превратилось все это. И «Дождь» снимает репортаж, мне прислали, что я посмотрел, ну, очень просили, я посмотрел 30 секунд, больше не выдержал. Репортаж. Пришли к какой-то одному из лидеров белорусского протеста, выглядит как мужчина, хотя вроде говорят, что женщина, подпись, по-моему, женщина, ничего, это уже непонятно, ничего. Но это неважно, что пол меня не интересует, я смотрю сразу, сзади все, уголок в иконах, вместо Ленина, раньше Ленин, сейчас иконки, все в иконах, какой-то вымпел, то ли вышиванка вместо вымпела висит. Вот, и я понимаю, что это такой, что если вот они придут к власти, это будет еще страшнее, чем это сумасшедшее, вы понимаете? Гораздо страшнее, потому что этот, ну, вот, ну, ему он как там, пожалуйста, картошка завода, картошка завода, ну, себе там замок, да? А эти просто будут, понимаете, убивать, резать и запрещать аборты сто процентов, понимаете? Потому что они на всю голову. Вот, но это часть, я не говорю, что там все, просто вот такая часть, да? Потом, если я что-то критическое высказываю, говорю, как лучше, как лучше побороть Лукашенко, да? И как не нарваться на еще больше исторические проблемы, значит, без Лукашенко, которого надо убирать, начинается ублюдочное хамство местечковых провинциалов в личку. Я понимаю, что среди тех замечательных, которые хотят снести Лукашенко, есть очень много ублюдков неблагодарных, которых, ну, можно только пожелать, чтобы ОМОНовцы их изметелили еще сильнее, потому что это просто скоты. И там вот такой текст приходит, что это видно, что прислал ущербный скот, очень опасный, агрессивный ущербный скот. Вот, поэтому очень все в этом смысле непросто. И перспективы, они в Белоруссии плохие по двум пунктам. И, значит, с Лукашенко, да? Потому что, ну, это такая изоляция, стагнация и постоянное внутреннее напряжение. Потому что Лукашенко – это политический труп. И сейчас, когда там многое шпинять, а что шпинять? Он уже политический труп. Что вы там занимаетесь, так сказать, масломасляной тавтологией, да? Какая-то анонизм такой в Фейсбуке. Вот, он политический труп, который имеет ресурсы. Так часто у диктатора бывает, пожалуйста, Венесуэла или вот отчасти Путин в этом смысле. Будучи полностью, в общем, Лукашенко полностью политический труп. Но он, естественно, имеет власть, реальную власть, потому что вот у него силовики и прочее. Значит, и при нем, если он будет сколько продолжать властвовать, при нем будет очень плохо и нет перспектив. Но и без него в отсутствии абсолютном, абсолютном отсутствии интеллектуала в оппозиции. Не то, что я не имею до интеллектуала, потому что это какой-то большой ученый. Это не нужно. Пусть политик не будет даже большим ученым. Но он должен иметь общекультурный какой-то базис и быть вменяемым, понимать что-то такое в логике, в эстетике. Там не таких близко даже. На милю, на километры таких нет. И то, что там нам показывают из протеста, хорошо, что они против диктаторов, но сами по себе они абсолютные придурки. И вот эта трагедия, когда у протеста нет приличного лидера, вообще нет лидера. Это трагедия, вы понимаете? Это не драма, это трагедия. Поэтому и с ними тоже будет плохо. Будет плохо. В двух случаях. Дальше уезжать, не уезжать. Ну, вот, да, оставаться-то я там... Многие уже уехали, да. Бегут, кстати, в Москву. Многие бегут. Кстати, это возможно... Не важно. Польша, Москва в данном случае одинаково. В Польше запрещают аборт. Это дикость. С одной стороны, замечательно, что не пускают дикарей. С другой стороны, сами себя ведут как дикари. То есть, понимаете, это... Вот мы врезались в 21 веке вдруг в проблемы, которые давно уже сдохли вроде бы. Там, мракобесие, вот эта патриархальность, отсталость. Вот они, оказывается, нет, не сдохли. Они как-то перерождаются. Эта болезнь возвращается. Повторяю, это как возвратный вирус и прочее. Вот. И вы, пожалуйста, да, вы можете переезжать. Но вы же все не можете переехать. Я сейчас скажу, все побегут. А и так бегут вот в Украине-то полно уже. Миллионы уехали в Польше, потом в нищете бежали, когда вирус начинается с какими-то котомками обратно в грязи, под дождем стоят. Ужас. И все славы Украине. Я сбежала миллионы в Польше. Ну, что это такое? Вы или снимите, или наденьте, или боритесь, или не боритесь как-то, да? А то кричать любой может. Так и здесь. Не надо бегать. Ну, а если очень нужно сбежать, ну, пожалуйста. Много стран в мире, я не думаю, что вас везде ждут, как и нас. Понимаете? Надо, я думаю, стараться улучшить свою жизнь. Понимаете, какая штука? Вот я вам повторяю. Ну, начните, черт возьми, с себя. У меня, вы знаете, я вам даже сейчас, я распечатал, думаю просто в конце прочитать так, когда новости. Но это я вам сейчас сразу прочитаю. прочитаю, сейчас мне написал поклонник, сейчас я найду, подожди, нашел. Смотри, значит, объясню ситуацию. У меня же много поклонников из разных стран, из Белоруссии, и замечательный студент, парень, ну, просто умница, знающий, читающий, ходит на лекции, всегда вижу, всегда подходит потом к сцене, замечает. Я вижу, я из года в год вижу, учится в Москве, сам белорус, причем белорус, как бы вот, ну, я, конечно, не вникал совсем в корне, но вроде бы именно белорус, потому что там очень много русских, много нерусских, евреев, украинцев, кого угодно, но вот он, по-моему, белорус. И отец, значит, да, он все время говорил, что он это у него, сам он очень умный, вот действительно, ну, как он, он просто замечательно образованный, ищущий, думающий, а писал, ну, вот отец, ничего не делает у него, отец в Беларуси, дурак дураком, лежит на диване, всех ненавидит, ненавидит Россию, не столько Путин, а еще Россию ненавидит, вот, драные носки, драная майка, не работает, смотрит телевизор, и хочет голосовать за Байдена, я повторяю сейчас очень смешно, он белорус, в Украине тоже многие хотят за Байдена, он белорус, нищий, в драных носках, он гражданин Белоруссии, он никогда не был, не то, что в США, в Европе не был, а он хочет голосовать за Байдена, он говорит, что Байден тоже плохой, но это чтобы против Трампа, а он белорус, так в Украине тоже многие, и у нас есть сумасшедшие, вот, ну, дурак дураком, такой, ну, ничтожество, вот такой папаша, и он влился в нестройные, стройные ряды протеста, я повторяю, я сам против, только я глубже против Лукашенко, и вот он пишет, этот парень пишет про, моего отца в позапрошлое воскресенье запаковали, заставили голым просидеть в тюрьме, долго расписывать в скобках, сегодня он в суд пошел, написал про это заявление, возможно, придется еще 15 суток отсидеть за наглость, так дают штрафы, вот, то есть, еще за... Брата мамы тоже взяли, но уже в прошлое воскресенье ему просто дали штраф, процедура та же, никаких особых поводов для оптимизма, как и всегда в этом богом забытой стране. Отец, кстати, упертый нацик, это, значит, он пишет, все так подробно, йо, то есть, не я, йо ставит, я ленюсь всегда, отец, кстати, упертый нацик, и еще он за Байдена, так что мне его не особенно жалко, если что. Вот. Понимаете? И это не значит, что парень плохой, он, как раз, очень добрый, хороший, и очень любит литературу, музыку, то есть, он тонкий, а вот не жалко, потому что, ну, дегенерат его, значит, вот, значит, папаша, тем более за Байдена, а Байден поддерживает террористов и бандитов, и встает на колени перед, значит, мародерами. Вот. Я ему ответил, что, ну, в целом, я, так сказать, не буду уже, ну, в целом, в общем, и по делам, есть он за Байдена, есть он такой, значит, упертый нацик, ну, понимаете, есть национализм, я только что говорил, да, цивилизованный, который за цивилизацию европейскую, а есть местечковый, да, и вот я повторяю, вот моя книга, первая научная история войны 1812 года, она должна быть Библия для всех нациков белорусов, потому что там рассказывается история, как погибало ВКЛ, Великое княжество Литовское, и как было на несколько месяцев возрождено Наполеоном и так далее, но, вот понимаете, какая штука, не знаю, как вам это сказать, но прошло 200 лет, но больше 200 лет, и поменялось все, включая население, когда я вдруг, я говорю, о, значит, Лукашенко надо снести, да, конечно, надо выходить на улицу и сметать Лукашенко, он диктатор, а вдруг я вижу, что какие-то флаги, я помню, что эти флаги были, но я никогда не думал, что вдруг они захотят возрождать то, что давно умерло и не имеют отношение никакого к новому государству, которое было советским, теперь нужно от совка отходить, и чтобы был капитализм, чтобы была эстетика, свобода, но напяливать на себя чужой геральдический символ, просто чужой, ну, правда, совки, они все воруют, да, вот, им спокойно, они могут на себя чужой геральдический символ напялить, вот, я им открою страшную тайну, есть такое государство, называется Литва, оно уже есть, там есть определенный герб, определенный флаг, вот, если вы войдете в Литву, а Литва войдет в Польшу, объявит Речь Посполитую, я-то как раз, вот, как историк эпохи Наполеона, я все хорошо знаю, пожалуйста, ну, давайте, ну, только сейчас, это уже точно поздно и комично, и, вы знаете, все нужно делать вовремя, вы, ну, не вы, в том-то все и дело, не вы же, вас тогда еще не было, и в 10-м проекте, вы же в свое время не защитили государственность, и не просто кто-то напал, вот, инопланетяне, или, значит, из Петербурга напали, оно изнутри развалилось, Речь Посполитая развалилась, вот эти олухи, шляхтичи, магнаты, они как раз вот были такими, значит, с такой фоноберией болтуны, вот как отец на диване этого дурака, и они не попали сначала в 18-й, а потом в 19-й век, они не переехали, поэтому Пруссия, Австрия и Россия просто поделили развалившуюся ситуацию, вы понимаете? И потом, да, потом, конечно, и была германизация, и австриализация, и русификация, ну, а как вы хотели? То есть, надо вовремя не совершать исторических ошибок, потом исправлять невозможно, и Великая княжесть Литовская, возрождённая Наполеону на несколько месяцев, предоставила Наполеону быстро, стали собирать несколько тысяч солдат, я обо всём этом пишу, и называю имена, какие батальоны полки роты, какие, значит, дворяне там польские, всё, просто вот здесь есть всё, включая газету Первую Минскую, в общем-то, серьёзную газету, правда, она была на польском, ни на каком не белорусском, это было бы смешно, языке, вот она, здесь даже есть фото этой газеты из моей коллекции, всё есть, да, но я повторяю, ну, как раз я от тебя больше всех удивился, потому что а сейчас-то что? Ну, тогда да, сейчас, чего-то сейчас, да, вот, надо было тогда, вот, если вы тогда поддержали, не несколькими тысячами, да, а предвидя, что вы ещё великие, что у вас это самое, да, значит, надо было всем народам подняться и защитить себя при помощи, и Наполеон защищал Францию от атаки, Александра, и вот вы вместе бы защитили Европу от атаки, значит, Российской империи, да, надо было тогда, сейчас-то поздно, вы понимаете, какая штука, сейчас поздно, вот, и поэтому вот такая вот история. Он думал, а, ну, я продолжу, смотри, вот здесь вот. Да, значит, ну, про это вот то, что там, вот, отец-идиот, значит, да ничего он, в общем, заслужил, хотя в целом человек он хороший, просто глупый, в некоторых вопросах ещё упёртый, как баран. Я отвечаю дальше. Баран как раз очень опасный, а если за Байдена, так просто опасный, значит, фактически террорист. Дальше опять он пишет про этого своего олуха на диване. Он думает, что так будет выгоднее для Белоруссии. Умом-то он понимает, что Байден маразматик, но вот так думает. И прочее, прочее. Значит, собственно, именно поэтому, это дальше пишет как раз вот сын этого с дивана в драных носках, собственно, именно поэтому, что я его хорошо знаю, я очень надеюсь, что он и ему подобные к власти не придут. Он ничего не понимает в экономике, хочет насаждать белорусский язык. Я даже, кстати, при Луке, это, видимо, при Лукашенке в его школе учил 7 лет, кое-что даже помню, и разрывать отношения с Россией любой ценой. Да, ну, цена будет, понятно, большая. На таком фоне даже усатый тиран будет смотреться не так уж плохо. Вот и результат. Да, и хотите немного каламбура? Диван по-белорусски, ковёр. Значит, диван, ну, правильно, диван по-белорусски – это ковёр, а цебуле – лук. Ну, это просто он мне пишет, я не понимаю, да, неважно. Короче, вот. И вы понимаете, что Белоруссия должна быть без диктатора Лукашенко, без любого другого диктата. Должна идти в Европу, но не идти, никто никуда, и никакая территория, земля не ходит, да. А развиваться по европейским, так сказать, стандартам классическим. И, конечно, быть в дружбе, в объективной дружбе с Россией, но не быть, как сказать, полностью зависимой, не быть частью, почему нужно развивать свою экономику и прочее, прочее. Но местечковый детский дебильный национализм, местечковый, не общий европейский, когда мы все от России до Парижа защищаемся от варваров снизу по карте, да. А вот такой местечковый – это точно в минус. И если вы, значит, хотите из чулана доставать и выдумывать язык, на котором просто не написано ни романов, ни науки, ну, просто вот, ну, не созданно исторически, да, это будет катастрофа культурная и национальная. Просто катастрофа, потому что язык, он имеет смысл только тогда, когда на нем написаны Гамлет, Дон Кихот, значит, произведение Мольера, Лермонтова, я не знаю, Пушкина и так далее. То есть, вот, неважно, я же не говорю, что русский. Хотите английский, но я не думаю, что вы можете за два дня выучить всей страной английский или итальянский. Но это может быть язык, на котором есть наука и искусство, на котором есть сотни тысяч наименований значимых. Не то, что значит какая-то дебильная страница три века назад на деревенском языке, хуторском, и вот, а что, она что-то сейчас имеет значение, эта страница? Нет, конечно. Вот, поэтому значимым. Вот это очень важно. И вы можете как угодно включать на меня, разбивать там экран своего планшета, истерить. Но вот вместо этой истерики ублюдочной, дешевой, вы бы лучше что-нибудь создали, написали на своем языке, значит, роман уровня, понимаете, международного уровня того, что писал Гёте или Шекспир или Толстой. Вот, например, у меня отношение к Толстому, вы знаете, очень сложное, но да, это имеет международное значение. Напишите на своем языке то, что имеет международное значение, тогда да. Тогда вот после этого поговорим. То есть вы будете пытаться писать комментарии, ублюдочные комментарии, фразочки с оскорблениями под роликом. Это ваш предел, потому что вы ничтожество. А вот если у вас есть талант, вы бы написали какое-нибудь замечательное творение, поэтическое, прозаическое литературу, либо науку. Откройте что-то в физике, в химии, напишите, я не знаю, какой-то потрясающий даже учебник просто по классической физике на своем языке, который вот настолько идеально все объясняет, что он будет переводим с вашего языка, и тогда этот язык постепенно перестанет быть хуторским. Но я не уверен, что на хуторском языке можно написать, потому что будет очень просто смешно звучать. Фонетика, как и эстетика, вы понимаете, когда мы говорим, это вот здание, оно, ну, это кичи уродство здания. Это объективно. Ну, как, допустим, какие-то там здания цыганских баронов. А скажут, нет, нет, это вот наше, это вы ничего не понимаете, вы, да, ну, это объективно. Вам скажут француз, немец, русский, белорус. Он скажет, что это здание, оно, ну, это безвкусица внешне, эстетическое. У языка тоже есть эстетика. Вы понимаете? И не надо себя с этим ассоциировать. Вы должны себя ассоциировать своей личностью, со своей, что лично вы можете. Да? То, что я могу, я показал. Да? Да, у меня книги в разных жанрах, и в научном, и в публицистическом, и в литературном, и я ставлю спектакли, все. Понимаете? Я показал. Покажите вы себя. Не говорите, что вы великие русские, или великие украинцы, или великие белорусы. В коллективе легко, когда шавка говорит, что вот мы в коллективе тогда что-то представляем. А что вы, конкретно вы, вот то, что здесь на диване, это чмо лежит, значит, папаша этого замечательного парня, немытый, дырявый, значит, одежда вся дырявая, значит, что он из себя представляет? Он ничего из себя не представляет. Понимаете? Он даже, простите, он выглядит и себя, он выглядит хуже Лукашенко. Вы понимаете? Человек должен сначала за собой следить, потом уже с других спрашивать. Вот если бы этот, как пример, дебил бы за собой следил, тогда он имел право делать политические заявления. А пока он ни заштопает, ни устроится, ни на какую-то работу, производить что-нибудь не начнет, пока он не будет иметь знаний политики, экономики, объективные знания, он не имеет права высказываться на политические темы. Ни на либеральные, ни на нациалистические, ни на какие вообще. Он имеет право ни либералом, ни антилибералом, никем. Сначала что-то надо сделать. Понимаете? Вот это, что касается темы уезжать, не уезжать из Белоруссии. Я вам скажу честно, вот если у меня очень много, очень много поклонников из Белоруссии, я им всем, вот не буду скрывать, я всем давал два совета. Никуда не выходить и переезжать в Москву. Но это я давал, вот если вы хотите такой ответ, да, это я давал лично. Тем, за кого я переживаю. Политически в целом можно красиво говорить, давайте выходите, сметите диктатора и ничего, что вас убьют на площади. Очень правильно, очень, вы знаете, достойно, красиво, позиция, знаете, такая правильная и так далее. Вот. Но, а если, а кто берет ответственность за жизнь человека? Вот несколько человек, 5-6, я вам честно сказал, какой я им дал совет. И они мне все написали, они очень хорохорились весной, теперь все пишут, как вы были правы. Вот все, дальше. Продолжение следует...